Девочка-пай Девочка-пай Джейн? Ты... Джейн, починю. Джейн, подожди. Тед, не надо. Что? В ту ночь я ночевал в похожей комнате. В какую ночь? Когда я бросил пить. Я переночевал в мотеле. Грязные стены, безликая обстановка и стертый ковер. Ковер мне запомнился больше всего. Полночи я стоял на нем на коленях. Позволь полюбопытствовать, зачем? Хотел выпить. Лили не дала ни капли. Твоя богиня оказалась изрядной садисткой. Доброта иногда подразумевает жестокость. Нет, Лили помогла мне. Ее рука прикоснулась к моему лбу, и я потерял тягу к алкоголю. К тому же ей удалось сделать из тебя импотента. Джина, ты совсем не знаешь мужчин. Сейчас ты откроешь мне все тайны мужской души, о которых интересно узнать, но скучно выпытывать. Мужчины не рабы плотских желаний. Да? Да. Мы духовные существа. Лили доказала, что сарказм и тяга к самоуничтожению – это попытка защиты телесной оболочки. Мою душу уберегли от страха. Мэйсон, я засыпаю от скуки. Только физическое воздействие разбудит мое сознание. Понял, Мэйсон? Джина. Смелее, Мэйсон. Ты мечтал познать меня полностью. Старомодный секс – это наиболее простой и эффективный способ достижения твоей мечты. Джина, прекрати. Ты тоже. Мэйсон, это Джина. Я знаю тебя. Я знаю, что ты совсем не изменился. Ты предлагаешь всем купить Бруклинский мост. У тебя есть свои причины, но я не потенциальный покупатель. Джина, я изменился. Возможно, но не в лучшую сторону. Я уже не тот. Я мечтаю о прежнем Мэйсоне. Когда ты язвишь, я чувствую себя более комфортно. Я чувствую себя более комфортно. А знай же и ты доброту. Ты хочешь встретиться с Лили? Лили, Лили, Лили! Что ты в ней нашел? Сама узнаешь. Вечером состоится встреча, на которую приглашена вся семья. Да, приходи, ты познакомишься с Лили. Лили – это ложка меда в бочке дегтя семейки Кэп. Не совсем. Хорошо. Я зайду. Любопытно взглянуть на твою новую звезду. Отлично. Если Сисис чел нужным принять приглашение, то мне надо зайти обязательно. Буду ждать. Наступил критический период. Люди должны очистить свое сознание и душу. Пусть прозрение настанет сегодня. Это ты? Это будет незабываемое событие. Вы прикоснетесь к истине. Лили Лайт способна изменить вашу судьбу. Я забыл упомянуть, что письмо с заявлением о моей отставке уже послано в службу окружного прокурора. Отныне все мое время все мои силы отданы Лили Лайм. Я буду ее главным финансовым и юридическим советником. Он спятил? Спятил? Я была на пресс-конференции. Мне показалось, это очередной розыгрыш Мейсона. Нет, нет. Он говорил вполне серьезно. Тебе это должно понравиться. Противостояние закончено. Твой противник ушел в отставку. Теперь ты можешь вздохнуть свободно. Банкет состоится, когда шум скандала стихнет. Не нравится мне все это. Особенно Лили Лайн. Невероятно, сходство так очевидно. О чем ты хотел поговорить? Круз, извини. Мне было очень весело. Что произошло? Это очень важно. Слушаю тебя. Я была в больнице и видела Сантану. Сантану? Джулия, я умоляю тебя, говори прямо без обиняков. Хорошо, поверь мне, ужасно неловко, Круз. Она настаивает на разводе. Куда я только не звонил. Джулию никто не видел. Лайн, ради бога, не беспокойся. Она обязательно найдет. Нам надо ее разыскать. Джулия должна передать деньги. Это требование похитителей. Время на исходе, Лайн. Я знаю. Предлагаю следующий план. Я поеду к ней домой и поговорю с соседями. Затем обзвоню и обойду все рестораны города. Если Джулия не будет найдена, то я сам отнесу им деньги. Подожди, подожди, Лайн. Что? Лайн, я не доверю тебе деньги. Поэтому в назначенный час я сам пойду на причал. Как знаешь, но только не опаздывай. Я пунктуальный человек. Не заявляй в полицию, Си-Си. Жизнь моей жены в опасности. Лайнал разыскивает Джулию. Он потерял всяческое самообладание. Си-Си, ты был неделикатен, когда говорил о деньгах. Дорогая, я не могу положиться на Лайнала. В таком состоянии он забудет пакет в такси или в баре. Какая жалость. Не понимаю. Какая жалость, что в момент ужасной трагедии вы не смогли найти путь к примирению. Помириться с Лайналом? Не смеши. Вы очень похожие люди. Вместе вы непобедимы. София, это утопия. Си-Си, ты же ему помогаешь. Любимая, экстремальная ситуация вынудила нас заключить временный альянс. Потом мы займем прежние позиции. Все могло быть по-другому. Нет. Мы никогда не были друзьями. Так что забудь об этом. Что ты хочешь от меня? Обязательно поговори с Сантаной. Зачем? Круз, она же очень больна. Думаешь, мне неизвестно об этом? Да. Мы жили вместе, ты забыла? Круз, твое самолюбие задето. Я не хочу выслушивать твои жалобы. Поговори с Сантаной. Джулия, меня трясет от одного ее вида. Наш разговор ничего не решит. Мы говорили по душам. Я знаю ее точку зрения. Сантана добивается свободы. У меня нет возражений. Бессмысленно сохранять брак. Я согласен на развод. Хейли, я поражен твоим поступком. Зачем ты включила свет? Ты поступила жестоко. Возможно. Но ей было совершенно наплевать на твои чувства. Не исключено. Тед, она использовала нас. Она была готова сгореть от стыда. Да. Мне сложно в это поверить. Зачем она разыграла этот спектакль? Не знаю. Роксана и Джейн, это два разных человека. Джейн скрывала порочную сторону своей натуры. Да, но до определенного предела. Она ненавидит таких, как Роксана, но стремится походить на нее. Непостижимо. Такого я от нее не ожидала. Я тоже. Она сама виновата. Почему она ничего не рассказала мне? Но ты тоже скрывала родство с Джиной. Это другой случай. Ты давно знала об этом? О Джейн? К чему ты клонишь? Это был тактический маневр. Ты хотела нанести ей смертельный удар. Я следила за Джейн, но мои подозрения подтвердились только сегодня. Тед, что с тобой? Ты меня рассердила. Ну почему? Мне жаль ее. Ты видел ее состояние? Интересный поворот. Джейн лгала, манипулировала твоим сознанием, а ты сердишься на меня и готов простить ее. Это не так. Я не уверена. У Джейн были проблемы с мужчинами. Для меня это очевидно. Возможно, она тебе нравилась. Ты ошибаешься. И вообще тебя это не касается. Сексапильность определяет твое отношение к женщине. Вот и все. Тебя волнуют только твои физиологические потребности. Это удар ниже пояса. Иногда ты бываешь похожий на Джейну. Она тоже говорит с горяча, забывая о последствиях. Она обожает подслушивать, подсматривать. Ты точная копия Джины. Какая встреча, апостол Мэйсон. Я видел твое интервью. Привет, Кейт. Мне приятно, что ты не обиделся. Нет, нет. Зачем мне обижаться? Нет, Мэйсон. Мы с тобой друзья. Расскажи мне о Лиле. С удовольствием. Приходи к нам, но пораньше. Я хочу познакомить тебя с Лиле. Честно говоря, мое любопытство было задето, и я провел небольшое расследование. Напрасно стараешься, Кейт. Ты не сможешь ее дискредитировать. Не смогу. В мои руки попала ее фотография. Поразительное сходство с одной всем нам известной особой. Я приду. Договорились? Когда? Пораньше. К девяти вечером. Сможешь? Да, смогу. Отлично. Я буду непременно. Спасибо, Кейт. Джулия, рад тебя видеть. Да. Благодарю, Джеймс. К вашим услугам, сэр. Сегодня я буду сама обслуживать столик инспектора Кастильо. Слушаюсь, миссис Кэппул. Добрый вечер. Меня зовут Иден. Я буду вас обслуживать. Что принести? Джулия, ты выглядишь превосходно. Да? Да. Я часто тебя вспоминал. Неужели? Рад, что тебя встретил. Мне надо с тобой поговорить. Мэйсон, поговорим как-нибудь в другой раз. Ты не беспокойся. Разговор будет о другом. Джулия, после смерти Мэри я был ослеплен горем, яростью и сознанием собственной вины. Эмоции клокотали, и я сорвался. Ты прости меня, Джулия. Я вел себя недостойно. Ты шутишь? Джулия, моя ярость была обращена на тебя. Сейчас я понимаю, насколько я был неправ. Но сказанные тобой слова слишком глубоко запали в мою душу. Извини. Не надо извиняться. Мэри уже не вернуть. На мне лежит ответственность за ее смерть. Я был причиной этого кризиса. А затем злой рок прервал ее жизнь. Ты невиновна, как, впрочем, и отец, и... Марк Маккормик. Я напрасно вас обвинял. Теперь я это понял. Не знаю, что сказать. Джулия, не надо слов. Я прошу тебя принять мое приглашение. Что? Сегодня будет выступать Лили Лайт. Тебе известно об этом? Да. Хорошо. Приходи пораньше, если сможешь. Я бы хотел вас познакомить. Мэйсон, ты очень изменился. Спасибо за приглашение. Я постараюсь прийти. Обязательно. Я рад. Джулия. Да. Извините. Где ты была? Я разыскивал тебя по всему городу. Что случилось? Ты должна отдать выкуп. Это требование преступников. Войдите. Привет. Как называются духи? Мой грех? Остроумно. Джина, у меня одно маленькое дельце. Посмотри этот рапорт. Зачем мне читать этот бред? Я с этапа горла болтовнёй Мэйсона. Ты не боишься, что меня стошнит? Это материал о Лили Лайт. Хочешь посмотреть на неё? Мне некогда. Я собираюсь уходить. Вряд ли она прилетела с Марса. Скорее всего, её разыскивают за мошенничество. К тому же, через полчаса я лично встречаюсь с Лили Лайт. Нет, мне кажется, что тебе всё-таки стоит взглянуть на снимок. Сколько раз тебе повторять? Я встречаюсь с ней через полчаса. Кэпвеллы прислали мне приглашение. Неужели тебе неинтересно посмотреть краешком глаз? Я спешу. Всего хорошего. Когда будешь уходить, захлопнет дверь. Джина! Пока! Потом не говори, что тебя не пред... Лайонел останется здесь, когда Джулия будет относить деньги. Время уже подходит. Да, дорогой, я горжусь тобой. Представь обратную ситуацию, если бы тебя похитили. Лайонел поступил бы точно так же. Я бы не пережил этого. Ты нашёл Джулию? Да. Ты приготовил деньги? Спасибо. Спасибо за всё. Желаю удачи. Вам обоим. Спасибо. Дальше ты пойдёшь одна. Джулия, выполняй все их требования. Всё в порядке. Выполняй беспрекословно. Помни, на карту поставлена жизнь Августы. А может быть, и твоя тоже. Берегись, Джулия. Я знаю. Прости, я оставил тебя без прикрытия. Не беспокойся. Я буду ждать тебя на спасательной станции. Если что-нибудь произойдёт, я постараюсь прийти на помощь. Выполняй все их указания. Я рассчитываю на тебя, Джулия. Не беспокойся. Всё будет в порядке. Прошу. Прошу. Кажется, все пассажиры эвакуируются с борта Титаника. Мистер Кастильо, я приправлю салат свежесмолотым перцем. Ты заметила бегство? У мистера Кастильо была тяжёлая неделя. Он должен ужинать в спокойной обстановке. В полной изоляции? Я выполняю указания менеджера. Мистер Кастильо проведёт незабываемый вечер. Нельзя. Не надо входить. Я уже вошёл? Спасибо. Джейн, мне жаль, что так вышло. Мне тоже. Теперь уходи. Я останусь. Тогда уйду я. Джейн, нам надо поговорить. Садись, прошу тебя. Пожалуйста. Теперь ответь на один вопрос. Ты хотела меня соблазнить? Да, Тед. Понятно. Предположим, что твоя затея удалась. А теперь объясни мне свои мотивы. Расскажи, я способен понять. Это игра. Я отношусь к этому как к игре. Ты не первый, кто был моим партнёром. Я не могу объяснить мотивы и причины. Я ненавижу, ненавижу женщин, похожих на Роксану. Интересное объяснение. Ты считаешь меня сумасшедшей? Нет. Джейн, ты нормальная женщина. Ты не очень счастлива. И вполне естественно, что это тебя не устраивает. Я хотела, чтобы мужчина узнал Роксану и возненавидел её за её продажную душонку. Я так хотела. Джейн, я не верю тебе. У меня сложилось другое мнение. Мне сложно объяснить. Женщины лёгкого поведения добиваются всего через мужчин. Так действовала моя мать. Она всегда так делала. Твоя мать? Да. Она была гроссмейстером. А я прилежная ученица. Она меня многому научила. Сейчас я с лёгкостью могу окрутить любого мужчину. Любого, кого захочу. Понимаешь? Это проявление власти. Я стремлюсь получить эту власть. Я одновременно ненавижу своё желание. Ты ненавидишь себя? Я просто завидую. Я завидую чистоте, непорочности, женственности, которые есть у Хейли. Зависть – это ужасное чувство. Да. Какая ты в действительности? Не знаю. Попробую угадать. Ты выбрала неправильный образ. У тебя чувствительная и очень ранимая натура. Ты воздвигаешь стены, чтобы оберечь себя от окружающих. Зачем ты это говоришь мне? Это подтверждает правильность моего предположения. Чёрт. Ты замкнулась на своём эго и уверовала в свою неповторимую индивидуальность. Джейн, во мне тоже живут несколько совершенно разных людей. Не выдумывай. Это правда. В некоторые моменты я становлюсь отвратительным, грубым мужланом. Тебе известен такой типаж? Девочка, пойдём, не пожалеешь. Мы оттянемся, а потом попьём пивка. Я по глазам вижу, что ты согласна. Пойдём. Но. Ну, пошли. Ты передёргиваешь. Нет. Второе неприглядное я живёт в каждом человеке. Но у меня нет твоего таланта и артистизма. Да. Ты дурачила меня? Да, я знаю. Я не обижаюсь. Ты не шутишь? Иди ко мне. Детка. Ты одна? Да. Отпусти Кейс на землю и придвинь его ко мне. Где Агусто? Помолчи. Сейчас я подъеду к телефонной будке. Я хочу удостовериться, что за мной никто не следит. Затем я позвоню, и твоя сестра будет освобождена. Оставайся здесь, понятно? Да. Я заметил, что кто-то вышел, но не успел его рассмотреть. Где Агусто? Она будет освобождена после того, как он позвонит своему сообщнику. А если нас обманут? Лайн, мы не можем его выследить. Они могут убить Августу. Ну что ж, будем надеяться, что похитители выполнят свои обещания. Нам надо скорее ехать домой. Августы! О, Боже! Любимая! Августы! Августы, ты в порядке? Привет, Лайн, привет, Джулия. Ты жива? Ты жива, слава Богу. Августы, я так рада. Надо сказать, ты выглядишь замечательно. Ты не представляешь, как я тебе благодарна. Лайн мне все рассказал. Синяки и ушибы есть? Нет, мне повезло. Рассказывай, Августы. Похитители обращались со мной вполне сносно. Два дня меня продержали в каком-то чулане на хлебе и воде. Ты видела их лица? Нет, это было невозможно. На них все время были маски. А голоса? Они разговаривали со мной иногда, но невыразительным монотонным шепотом. Тот человек тоже шептал. Это очень странно. Когда ты лишен всего, то твой взгляд на вещи радикально меняется. О чем ты? Я провела в их обществе довольно много времени. Возможно, это покажется странным, но я начала понимать их точку зрения. Ты шутишь? Нет, в некоторой степени я даже симпатизирую им. Я поняла их мотивы. Они пленники обстоятельств. Эти люди преступники? Конечно, они преступники. Но когда они выпустили меня из чулана и стали прилично кормить, я почувствовала себя на вершине мира. Это психологическая обработка. Да, им удалось вывести меня из привычного равновесия. Я не боялась за свою жизнь. Я боялась за него. Аргуст, а ты шутишь? Я знаю. В моей жизни угрожала серьезная опасность. Мне кажется, что нам следует позвонить ФБР. Нет. Почему? Сиси, я думаю, что это бессмысленно. Ты хочешь вернуть деньги, это вполне очевидно, но у нас нет ни одного доказательства. Мы не знаем, как выглядят преступники и где они меня прятали. ФБР работают профессионалы. Ты будешь удивлена, но они добиваются прекрасных результатов. Я отказываюсь заявлять ФБР. Почему, Август, тебя могли убить? Я настаиваю на ФБР. Моя жена перенесла тяжелые испытания. Этот кошмар продолжался несколько дней. Августа должна прийти в себя. Она не готова к утомительным полицейским допросам. Я все понимаю, но нам нельзя терять ни секунды. Ты хочешь вернуть деньги. Но Августа не в состоянии отвечать на вопросы полиции. Нет, Сиси. Это... Это исключено. Я поеду домой. Сиси, ты получишь свои деньги. Я постараюсь вернуть, и как можно скорее. Не надо звонить в полицию. Августе нужен отдых. Как знаешь, но ты совершаешь большую ошибку. Поговорим обо всем завтра. Хорошо? Спокойной ночи. Я вам очень благодарна. В чем дело? В этом есть что-то странное. Я чувствую здесь какой-то подвох. Девушка, у меня пропал аппетит. А что это такое? Ваш десерт, сэр. Феноменально. Вас обслуживают по высшему разряду. Иден, благодарю тебе. Иден! Это ты виноват. Извините. Я хотел взять ложечку. Спасибо. Нравится? Очень. Спасибо. Я впервые вижу такой десерт. Спокойно. Сейчас я что-нибудь придумаю. Боже. Возможно, это поможет. Боже мой, все испорчено. С тобой всегда что-нибудь случается. Боже мой. Прекрасно. Я рад, что вы идете со мной. Кстати, я пригласил на эту встречу еще нескольких гостей. Мэйсон, надеюсь, прием не затянется на всю ночь. Не беспокойся, отец. Я знаю, что ты устал. Но встреча с Лили восстановит твой запас энергии. Да? Да. Она поможет тебе открыть в себе новые ресурсы, о которых ты даже не догадывался. Отлично. Это будет весьма кстати. Добрый вечер, мистер Кэпфелл. Добрый вечер, господа. Очень милое платье, София. Спасибо, Джина. Тогда не будем терять время. Пусть Лили подготовится. Это займет несколько минут. А вы пока выходите в сад. Мэйсон. Да, отец. Расскажи мне правду. Мы, конечно, посмотрим спектакль о доброте и божественном свете. Что ты затеял? Отец, ты не веришь в перемены? Ты думаешь, перед тобой прежний, Мэйсон? Раньше я понимал тебя больше, чем сейчас. Наберись терпения. Сегодня ты все поймешь. Ты познакомишься с Лили. Не исключено, что ты изменишься сам. Маловероятно. Всякое может быть. Пойдем. Опаздывать это дурной тон. Что ты делаешь? А как ты сама думаешь? Я сегодня переезжаю. Джейн. Моя мать, как всегда, где-то путешествует. Какое-то время я поживу у нее. Мне очень неловко перед тобой. Не надо извиняться. Во всем виновата только я. Это была головоломная игра, и слава богу, ты ее прекратила. Прости. Не надо. Самое любопытное, что я сама хотела покончить с этой шарадой, но не знала, как это сделать. Вот значит, обойдемся без извинений? Я все объясню. Не надо. Хейли, выслушай меня. На эту тему говорить очень непросто. Какое-то время мне казалось, что такие женщины, как Роксана, привлекают мужчин. Поэтому я выбрала для себя такую роль. Посуди сама. Кого заинтересует девушка по имени Джейн? У меня мало опыта в любовных делах. Как раз наоборот. Ты зарканила Теда. И я завидовала тебе черной завистью. Ты поставила перед собой цель. А потом медленно, но настойчиво добивалась желаемого результата. Мне бы твою хватку. Ты мне завидуешь? Ты удивлена? Но это же... Подожди. Джейн, ради всего святого, остановись. Джейн, я пришла для того, чтобы помириться. Джейн. Да? Не уезжай, умоляю. Не понимаю, зачем тебе все это нужно. Сегодня я узнала, что у тебя очень ранимая душа. Даже через щур. А мои эмоции никому не интересны. Иногда мне тоже так кажется. А я бы с радостью поучилась у Роксаны. С личной жизнью у меня совсем не важно. Августа, зачем ты приехала сюда? Мне не хочется домой. Но ты же хотела. Да. Что случилось? Почему ты отказалась заявить в полицию? Я уже все объяснила. Августа, в обществе СССР готов безоговорочно поддерживать тебя. Но, по-моему, ты что-то скрываешь. Преступники угрожали мне расправой, если я обращусь в полицию. Я не удовлетворен объяснением. Лайонелл, выкуп отдан. Забудь обо всем. Хорошо, Август. Я предлагаю поехать ко мне. Ни за что. Я не поеду к тебе, Лайонелл. Между нами все кончено. Иден, это невероятно. За эту неделю ты дважды хорошенько встряхнула меня. Отлично. Сегодня фантастический день. Ты не представляешь, как я часто мечтала об этом. Особенно о том, как ты на руках вносишь меня в дом. А что дальше? А дальше мы сходим с ума. Идем туда. Августа. Прошу тебя, расскажи мне правду. Я влюбилась, Лайонелл. Ничего не понимаю. Я влюбилась в одного из преступников. Августа, ты сошла с ума. Это невозможно. К сожалению, это правда. Какую игру ты затеяла. Ведь это же игра. Хорошо, давай поиграем. Хорошо. Подойди ко мне. И мы начнем нашу игру. Сейчас начнем первый раунд. Ты встанешь в этот круг и будешь говорить правду. И ничего, кроме правды. Хорошо, я скажу тебе правду. Мы давно любим друг друга. Это похищение было запланировано. Мы хотели вернуть часть денег, которые Сиси присвоил себе. Лайонелл, я не могу оставить тебя без цента в кармане. Нет, я отказываюсь тебе верить. Возвращайся домой, Лайонелл. Там ты найдешь кейс с миллионом долларов. Это мой прощальный подарок. Нет. Нет, Августа. Ты разыгрываешь меня. Преступники похитили тебя. Нет, Лайонелл, никто меня не похищал. Забирай деньги, выкупи дом своей матери и живи спокойно. Ты спятила. Я никуда тебя не отпущу. Никуда не отпущу, Августа. Я выгляжу ужасно. А по-моему, тебе к лицу. Хотя одеваться совсем не обязательно. Попробую подыскать другую рубашку. Что ты делаешь? Нашла повод, чтобы порыться в ящике? Возможно. Попробуешь остановить меня? Нет, у меня нет сил. Что это такое? Где? Небольшая коробка. Она похожа... Крус Кастильо. Твоя? Посмотрим. Там старые вещи. Можно посмотреть? Нет. Взгляни. Ты ее надевала. Я помню. И я тоже. Как хорошо, что она сохранилась. Я люблю тебя. Я люблю тебя, Идон. Что это? Не знаю. Идон, это осталось у меня с незапамятных времен. Крылышки. Это значок стюардессы. Возможно. Не хочешь рассказывать? Вот именно. Крус Кастильо. Идон. Расскажи, я настаиваю. Не собираюсь. Ну, не исключено, что ты сумеешь меня уговорить. Ты так думаешь? Попробуй. Ладно. Я попробую. Я попробую. А теперь я попрошу всех соблюдать тишину. Лили не любит, когда ей мешают. Здравствуйте, братья и сестры. Она похожа на меня. Авторы сценария Бриджет Добсон, Джером Добсон. Режиссер Гэри Боэн. Телесериал «Санта-Барбара» подготовлен к показу российской государственной телекомпании «Русское видео». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Его зовут Джозеф? Да. Джозеф. Неужели ты познакомилась с этим мужчиной задолго до похищения? Да. Мы решили уехать из города, но я не могла бросить тебя в столь бедственном положении. Я переговорила с Джозефом, и мы придумали, как вернуть деньги, которые Сиси отнял у тебя. Лайон, забирай деньги. Покупай дом и открывай дело. Неужели ты думаешь, что я возьму эти деньги? Ты не понимаешь. Я не могу оставить тебя нищим. Ты забыл. Мы всегда помогали друг другу. Мне кажется, это ты все забыла. Мы близкие люди, а ты почему-то решила откупиться от меня деньгами. Нет. Ты извращаешь мои намерения. Неужели? Для меня они очевидны, Августа. Моя жена не любит меня. Ты решила заплатить за свободу. Тебе не кажется, что я прав? Идем. Лайон, прекрати. Идем сюда. Встань сюда. Ты вступила в круг правды. Я хочу услышать правду. Не надо лгать. Ты должна сказать правду. Лайон, прошу тебя. Нет. Посмотри мне в глаза. Ты стоишь в круге правды. Говори. Ты хочешь расстаться. Ты не любишь меня. Теперь ты любишь его. Джозефа. Его зовут Джозеф? Да, правильно, Джозеф. Да. Прости. Но тебе придется с этим смириться. Смириться? Нет, любимая, я никогда не смирюсь с этим. У меня отнимают жену, а я должен принять это к сведению, и все. Нет, нет, это исключено. Я не отрицаю свою вину. Конечно, я далек от совершенства, и у меня были романы на стороне. Но... Но я любил только тебя. Это истина. Я...